Доступность среды под большим вопросом. Когда чиновники в очередной раз рапортуют о миллионах, потраченных на проекты для инвалидов, эта челнинка лишь тяжело вздыхает. За последние шесть лет не было ни дня, когда Елене Даниловой не пришлось бы просить помощи. Ее дочь Мария не может самостоятельно передвигаться, из-за болезни ее мышцы слишком слабы. Растит ребенка-девушка одна, потому походы в магазин, аптеку и поликлинику для нее превращаются в настоящее испытание. Сегодня они проделали путь вместе с нашей съемочной группой. Без постоянной помощи я абсолютно не хожу никуда. Даже идя по городу, есть такие очень высокие бордюры, на которые очень тяжело залезть с такой коляской, так как она сама тяжелая. Она, не учитывая веса ребенка, весит 18-20 килограмм. Сам ребенок весит 13,5 килограмм. И вот еще самая большая проблема – это вот машины на бордюрах. С такой коляской я постоянно их царапаю. Вот как бы задний вход магазина. Вот первая проблема – вот дверь. Очень редкие люди, которые помогают въехать. Я не въезжаю. Идем в аптеку. Вот. Дойдем до аптеки, я вам покажу, как там мы справляемся со своими трудностями. Я хожу в аптеку 27-й комплекс, потому что там я могу покупать со скидкой. Хоть не с большой, но со скидкой. Там кнопку, даже если я вызову, но я не вижу продукта, я не могу сказать, что я беру. Даже если по рецепту. Вот у нас аптека. Вон там, там вот находится кнопка. Чтобы до нее доехать, мне надо преодолеть очень сложный маршрут. Во-первых, тут балконы, мало ли кто что скинет. Во-вторых, вот. Вот я доехала до кнопки. Кнопку нажимать. Вот. Я нажала кнопку. Уже довольно-таки давно. Но она даже сигнала не издала, кнопка. Нет никого. Вот так мы мучаемся. Мы берем ребенка и заходим в аптеку. Только так. Больше как бы никак. Все. Спасибо. Спасибо.